this is new update in ccd planet server number two maybe привет друг с тобой эван мы продолжаем играть здесь и сегодня как вы поняли по названию пубри ролика у нас будет новое обновление на сервере ccd я надеюсь мы не только посмотрим обновление но и прикупим новые тачки в следующей серии поэтому видос ожидает быть интересным присаживайся поудобнее к то что-то покушать а мы начинаем чел а если ты не играл на ccd planet до 2024 года то звалкам в описании там есть все необходимые ссылочки эпичник на сервер заходи игра вместе со мной ну что ребят по классике сначала смотрим чжлок потом смотрим само обновление все тем коды есть внизу и на ролике перематывайте туда куда вам будет интересно знаешь что добавили первое что самое крупное они сделали это так понимаю а для ради оптимизации они поработали с дополнительными картами то есть как я понял сейчас они не отображаются на карте и ты не можешь по ним ездить как это было раньше сейчас это реализовано в виде телепортов поэтому горы акина окару перевал стельве трасса красное кольцо трансфер что-то слишком сложные слова шоссе трасса маунт хилл рублевка все перенесли в отдельные измерения да кстати дома квартире бизнеса которые находились на тех картах по-прежнему остаются доступными для их владелец короче доработаем gps теперь если точка назначений находится на дополнительной карте то метка цели направит вас ближайшему аэропорту игроки объекта которые находятся на дополнительных картах теперь не отображаются на карте of 11 но это все ради оптимизации кстати зиму убрали наверно поняли на обновили дизайн ников над игроками также иконок чата и сообщение обновили панели радио теперь на кнопке м там очень красивое менюшка уже заценил можно добавлять радио в избранное обновили дизайн радиального меню кстати при покупке номеров стали доступны регионы 172 это тюменьской области 550 это московская область ну и самое интересное это то что добавили новые четыре автомобиля это audi rs7 c8 m2 g87 бмв x6 mf86 и ferrari la ferrari также полностью обновили модель гелика g65 обновили хендлинг то есть для того чтобы применить новые настройки тебе нужно просто сбросить хендлинг на сто и поставить себе новый тюнинг кстати предыдущий вернули за него компенсацию всем владельцам добавили тюнинг на 63 и версию long для mercedes 223 короче ну не особо такое крупное обновление но давайте посмотрим хотя бы как это реализовано и тачку должны сто процентов прикупить кстати как вам мой лук админа где обнова там написано через две недели если честно хочется сказать админом чтобы они добавили больше кастомизации персонажа что ли больше лиц больше головных уборов одежды потому что здесь есть одежда на стандарты не особо интересно даст там есть куча типа туда-сюда но не файна и мне кажется давайте сразу посмотрим на карту f11 да они переработали всю карту только у нас возле чулиада осталась вот эта пристройка для кланов до чтобы там оружие мани всякое такое окей окей блин обидно раньше тоже было круче реализовано потому что телепорт это сам павская тема нет а вам то ты прям мог приехать с одной карты на другую это было круто но сейчас телепортами интересно за телепорта буду брать деньги давайте поедем посмотрим а кстати ники 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 текст стал более жирным и таким поболее да и новая полоска хп появилась не хипи же стали согласен а в такой дождь кстати самолета вообще летает жизнь мне кажется должны интересно она будет почитать мы приехали тем временем в аэропорт а там что есть грузовой терминал это что такое это наверное перелет на другую карту до в аэропорту то есть если тебе нужно на заправку бензовоза ввести там на рублевку то ты через грузовой терминал но прикольно обыграли аэропорт ага значит сан-фейерро лас-вентурас рублевка тупо тп хэмси окей десять тысяч перевал стиль в этот это оказывается перевал стиль и даже не знал как называется гора кино гора кару красное кольцо трансфер короче шоссе маунт хилл дрифт трасса один это та которая наверное вот здесь да на воде было ну кстати из обновления там где мы ехали на шкоде такой дрифтовой кстати с дрифт трассами это прикольно сделали ну и пустынный аэропорт давайте посмотрим кстати на дрифт трассе ну вот эта трасса мне больше всего зашла пока что облатить билет вы совершили перелет на дрифт трассу то есть вот так сейчас все прогрузится подышите так почему я тачку спамить не могу f1 f2 работает f3 о по пацаны 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 наяривают и фиона токио и писали к ним улы хавны ладно а прикол надо было сюда заезжать на грузовом они там же писали авторе норма блин не касса я просто что-то забагал давай влс обратно окей окей давай допустим заедем на червоне в грузовой терминал нас пустит давай дрифт трасса 4 ага вот окей они же писали что бесконечно можно спауни здесь нет наверное нельзя надо именно грузовым телепортом тп окей и можем мы себе здесь наяривать да но меня теперь более интересует знаю что пацаны на красном пальце же было дрифт вот это состязание вот и что с ним сделали красное кольцо тп я же могу там все-таки начать выход на авто аэропорта кстати на прошлой карте выхода на авто не было аэропорт тачку не могу спамить это бред мне кажется с этим с этим надо что-то делать либо добавить то что тачки можно спауни только в боксе или что потому что я вот заехал на дрифт 1 сюда я хочу выехать отсюда а я там не могу выехать потому что он такой тупо точки нет так грузовой терминал опа дрифт трасса 1 вот где дрифт трасса красное кольцо какой дрифт 1 полетели и явно что-то не догоняю либо у меня половина не прогружается потому что меня спидометра кстати сейчас нет а если я перезайду нету я явно что-то не догоняю какие тачки добавили audi audi где в сан-фейеро погнали в сан-фейеро можно сказать прикольно сделали но не доработать мне кажется не продумали всю логику до конца но пару дней фиксы будут и будет все полный чина как бы как же задрал этот дождь как хорошо что здесь есть такая прекрасная команда которая называется вазер температура на плюс да влажность на ноль ветер на ноль вроде вот так как-то это делать все зашибись а что я хотел сказать а добавили же кстати после дождя мыть машину ну такое добавили новую менюшку радио то есть мы можем теперь выбирать реальное радио европа плюс там студия маруси afm и так далее разные радиостанции плюс на звездочку можем нажать и добавить их в избранные после чего в избранном у нас есть избранные радиостанции но прикольно если еще можно было подключаться не знаю можно это реализовать или нет я видел на других серверах реализовывали какому-то сервису да с открытым кодом по воспроизведению музыки то есть ты бы вписал себе здесь музыку и слушал бы себе музыку какую-то отдельную было прикольно кстати x6 новый с 23 лонговый нормально пацаны двигается так мы приехали в автосалоне европейских автомобилей на перед этим радиальное меню ойма теперь как-то посидишь на что ли она выглядит теперь намного круче можно то есть игрок показать игроку а какому я на тому кому наводишь типа панель анимации то есть они как-то так отыграли обыграли это все панель оружия давайте посмотрим новые автомобили которые добавили это audi r6 c8 первое что у нас есть это r7 r6 c8 r7 r7 c8 извиняюсь 135 тысяч евро r7 стоит дороже r6 я просто не знаю что по ценам жизни но мне кажется они же должны быть плюс-минус одинаковы это штук одинаково автомобиле только вот здесь больше металла чем здесь окей информация 290 километров час максималка и 73 литра бак но универсале больше это хотя бы как-то радует так но она едет как и старая с одной стороны это правильно потому что агрегаты там стоят тупо и старые машины немножко переделаны да ну пусть будет так как-то так она выглядит если честно не фанат audi тем более вот этих новых они мечт не заходят вот это audi вот это другое дело а вот то это вот это наверное не ставили да там дрифт состязания наверно какие то что такое так любимый авто салон бмв а 0 9 9 7 9 9 но это жирно для винил очень красивый очень все бмв щенки приехали пофиг что ты на червоне ты на макларни тот на лфа бмв пацаны три буквы делают все погнали посмотрим что там по новым автомобилям значит м2 уродливая шо капец я не знаю напишите в комментарии кому она нравится но как по мне ну они слишком квадратные но это капец я хз единственное что у нее прикольно то что она идет только на ручке вроде только на ручке если не ошибаюсь можете поправить мне как бы в комментариях 260 200 быстрее хотя бы прошлое это уже лайк я надеюсь хотя бы хэнли на нее на ровно везли чтобы она хотя бы как-то пользовалась популярностью значит x5 мф-95 едет нас 285 а их 85 нет реально он же был когда-то я же на нем даже ездил рил походу поменяли на самый новый вот этот их 95 обидно тогда сколько нас едет их 6 280 интересно почему как шесть а мы решили в предпоследнем кузове добавить а x57 в последнем кузове при том всем что уже вышел на него рестайлинг но здесь он не появился 8 миллионов 200 тысяч рублей да что-то все нас тачки сегодня 280 дают не замечаете так грузовой терминал сюда лас-вентура сюда опа так наверное некрасиво сюда заезжать но вы видели на каком автомобиле я приехал мне как бы пофиг где наша ferrari la ferrari кстати смотрите сколько здесь ferrari 488 812 la ferrari sf 90 4 штуки еще f40 есть это 5 вроде больше нету никаких эксклюзивов а калифорнии убрали наверно да калифорнии скорее всего убрали жаль но la ferrari четыре с половиной миллиона евро фу долларов сколько стоит черон окей верон а верон 38 а подожди 2 и 9 верон черон 38 la ferrari 4500 я его 40 тысяч доната окей окей что она скажет сколько она едет 395 а верон 400 черон 410 395 400 410 то есть цена качества у верона лучше всего потому что у него 400 и 100 литров в бак у черона 90 литров в бак ночью он почти полтора раза дороже а 4 с половой за ferrari ну здесь так понимаю мы платим всего лишь за эксклюзивность этого автомобиля но четыре с половиной миллиона долларов это пиздец окей у меня восемьсот пятьдесят тысяч долларов только на балансе как вы видели так окей окей я в свое время закупил доллары по 80 рублей вроде за штуку сколько сейчас курс ну неплохо неплохо можно сказать я вовремя закупился у меня еще кладик завершён как бы надо его достать он конечно еще завершён месяца два назад то есть у восемьсот пятьдесят долларов еще шестьдесят пять лямов так слишком сложно давайте перевод между счетами вот мне нужно четыре с половиной миллиона долларов сколько это в рублях это 420 миллионов рублей пиздец это если по 90 до а если было бы по 60 например это было бы 270 миллионов я но это но эта система которая привязана к курсу рубля доллар евро это прикольно потому что можно покупать реально феру купил за 270 лямов потом доллар вырос ты пошел я слил за 400 и 200 лямов окуп для неплохо а тогда подожди сколько тогда стоит мой черон есть он сколько там 339 окей давай 39 миллиона посчитаем 363 миллиона то есть по факту я сейчас могу продать свой черон все доллары свои снять и мне хватает на la ferrari но нужно ли это делать я вообще-то хотел купить la ferrari в следующей серии но у них нет столько денег даже на твинку ну что ребят а мне в принципе на этом все вот такой вот видос получился я надеюсь он тебе понравился обязательно пиши в комментарии стоит ли ты продавать черон и покупать ferrari я думаю не стоит стоит его просто заценить я обещал года два назад а когда его купил напишите в комментариях покупали ли вы купили ли вы ferrari стоит ли покупать ее сейчас когда доллар по 90 я думаю что нет кстати что насчет дрифт соревнований среди подписчиков собрать 10 людей и побороться там каких-то за ну 5 за 10 миллионов рублей на сервере дрифтовых что думаете пишите в комментариях а у меня в принципе на этом все я желаю тебе хорошего дня подписывайся на канал чтобы не пропускать новый ролик и по си си динни то колокольчик чтобы всегда смотреть мои ролики первым но с тобой был иван всем желаю хорошего дня всем удачи и всем пока ты лайк поставил нет давай ставь